В республике появится еще один праздник – День национального костюма народов Башкортостана. Об этом на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров. И отметил, Кабмин уже подготовил соответствующие документы для учреждения нового праздника. Предположительно, он будет отмечаться два раза в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. По словам Андрея Назарова, День национального костюма направлен на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, любви к истории и родному краю. Это даст нам возможность не только вспоминать наших предков и их культуры, это, конечно же, даст нам возможность нашему подрастающему поколению объяснять эти важные истины патриотизма, культуры, единения. В нашей республике живут представители 164 национальностей. И культура, перемешавшись, сделала более многогранной нашу историю и, в общем-то, заложила те основы, которые мы готовы продвигать дальше. В Уфе основные торжества по случаю Дня народного единства прошли у монумента дружбы, а также в концертном зале Башкортостан. Для жителей и гостей столицы организовали выставку национальных костюмов и украшений. Также здесь представили уникальную коллекцию кукол, ручной работы и музыкальные инструменты народов региона. В этот день впервые для широкой публики презентовали проект Национального музея республики. Это виртуальная юрта с помощью компьютерных технологий. Каждый желающий мог оказаться в Башкирской юрте начала 20 века, но и прикоснуться к истории. Это настоящие предметы нашего Национального музея. Мы их оцифровали, их можно брать в руки, можно рассматривать. И, в принципе, если уронишь, ничего страшного нет, потому что они виртуальные. И детям очень интересно. Около миллиона рублей стоит оборудование. Это шлем, телевизоры, компьютеры. Здесь несколько компьютеров участвуют. И сам контент в таких вот пределах. Праздник завершился концертом известных творческих коллективов и исполнителей республики. Напомню, День народного единства в России отмечается с 2005 года. В этот день, 407 лет назад, народное ополчение под предводительством Кузьмы, Минина и Дмитрия Пожарского выдворили из российской столицы польских интервентов. Спасибо.